Привет, друзья! С новым чудесным днём у нас. Суббота, выходные дни. Радуемся немного солнышку. Вот. И кое-что вам хотела рассказать. Но сегодня такие будут интересные темы. Актуальная тема насчёт поднятия цен. Но это для нас не новая. Не прям такая новость, потому что я думаю, что практически везде поднялись цены. У нас очень сильно поднялись цены на молочные продукты, естественно, вот, ну, на мясо и на фрукты, овощи. И знаете, что я сегодня заметила, что огурец, который стоил... Нормальный огурец, который стоил 2 ойра, теперь уже стоит 3 ойра. Ну, один огурец и... Паприка подорожала очень сильно. И в связи с тем, что сельское хозяйство как бы уже невыгодно становится, дело в том, что в прошлых годах, когда были проблемы с сельским хозяйством, просто работники сельского хозяйства взывали просто к правительству и говорили, что им нужна помощь, что как-то нужно решать этот вопрос. Ну, в общем, кому-то это невыгодно. Невыгодно, чтобы производились действительно какие-то региональные продукты, потому что когда поднялись тогда цены в связи с этими санкциями на бензин и на дизель, а сельскому хозяйству нужен дизель, также были ограничены поставки кормов. Вернее, не то, что ограничены, а то есть они просто не доходили до места назначения. Просто-напросто люди заказывали, не приходили вовремя. И в связи с так называемыми правилами, что касается сегодняшней повестки дня насчет этого климата и зеленой, так сказать, идеологии, очень жесткие такие, как сказать, жесткие рамки загоняет сельское хозяйство и самих работников сельского хозяйства, что, естественно, производить вот это все мясо, молоко и так далее, это уже, но чуть ли не сверхъестественным считается. И, естественно, к чему это все идет? Понятное дело, что они хотят, чтобы люди меньше потребляли мяса, чтобы больше вот такой какой-то биологической пищи. И я вам обещала про насекомых сделать одно видео. Продолжение, как говорится, следует, продолжение вот этого уникального фильма. Но, может быть, постараюсь на следующей неделе, посмотрим. Не буду, как говорится, сбегать вперед, но, в общем, вот такие вот сейчас происходят моменты, что, по крайней мере, те, кого я знаю, они отказываются от того, чтобы заниматься животными, потому что уже становятся невыгодными. Это все очень-очень дорого. Коровы, овцы держать и так далее. Это, во-первых, такие затраты. Во-вторых, когда их загоняют в такие рамки, говорят, что животных нужно, там, не знаю, чем колоть, к примеру, да, или там какой-то определенный корм давать или еще что-то. В общем, по каким-то правилам. И потом, что они еще не могут нормально продать эти товары. Естественно, везде все поднялось. То есть, получается, они говорят, ну, а что нам делать? Ну, как бы правительство говорит, а что нам делать? Вы понимаете, что у них, как бы, там проблемы, там поднимается все. Естественно, куда они дальше это передают? Но обычному, как сказать, человеку, который идет в магазин и это покупает. Вот, ну, как-то так. Но, несмотря на все эти вещи, да, ребят, ничто не стоит на месте, как говорится. Опять же, очень много идет речи о новых технологиях, как бы, да. А, пока я не забыла насчет, вот, кстати, продовольствия. Вчера вот по новостям показали, что, допустим, в Великобритании собираются, вернее, они уже где-то это сделали, рационировать питание. То есть, ну, не питание, а, допустим, вот эти вот продукты, овощи, фрукты и так далее, чтобы, ну, как бы, иначе не будет хватать, да, получается, производят меньше, как бы, отправки, получается, меньше становятся. Ну, естественно, нужно как-то смотреть, чтобы всем это досталось, а иначе, как бы, не будет хватать. И они тут, гениальная идея пришли, ой, если Великобритании вот это вот захотят, как бы, вести, вернее, уже где-то вели, то почему бы и нам это не сделать? Ну, классно было бы, а почему бы нет? Ну, как бы так, да, а почему бы нет? В общем, такие гениальные, гениальные те, что касается, вот, как они говорят, сегодня еще я услышала такую фразу, когда они там насчет Украины, насчет всех этих вещей обсуждали, говорили, и тут-то, как бы, что, ну, как бы, мировое правительство, да, мировое правительство, естественно, не хочет, да, чтобы вот такие вот разделения были. Мы хотим все, все мирным путем решить. Опять же, мир во всем мире, ребят, но не такого же нету. Где, где, говорит Господь, мир во всем мире? Но на самом-то деле разделения сейчас идут, они идут и не просто среди обычных людей, среди церквей, среди людей, которые это понимают, казалось бы, понимают, или должны были понимать, но просеивание, разделение, оно идет дальше. Продолжение, как говорится, следует. Как началось тогда, два-три года назад, сейчас оно все дальше двигается. Ну, вот они, как бы, говорят о том, что мировое правительство, да, что они, им, как бы, как сказать, ну, все нужно таким мирным путем решать. Естественно, они не за то, чтобы там, как бы, это, продолжать все это. Нужно все мирненько, дружненько все сделать. Мы же хотим, чтобы везде все было классно. Ну, да, насчет новых технологий, то есть в связи с этими всеми делами, естественно, встает вопрос, очень часто задается вопрос, а как же дальше, может быть, сократить рабочие места, потому что, как бы, нужно этим же людям платить, которых ты устраиваешь на работу. Вот, может быть, сократить какие-то рабочие места и занять их роботами, как бы, да, вот такие вот какие-то сумасшедшие идеи. Но, на самом деле, это не сумасшедшие, уже действительно, в серьезе, вот они размышляют над этими делами, над этими вещами. У нас, допустим, буквально вот вскоре будет проводиться исследование, это от университета, от Ульма, как, допустим, влияют роботы на человеческое отношение, то есть, как они с ними контачат и так далее. То есть, они сейчас ищут пробантов, людей, которые согласны будут на это исследование, и они будут приводить их прямо в городе, да, на каких-то улицах там, чтобы, ну, как в реальной жизни, да, посмотреть, как люди будут на это реагировать. Я так думаю, что это не зря это все проводится, и сколько они денег на это выделяют, я вам тут сейчас выставлю. То есть, немалая сумма на вот это исследование, чтобы понять вообще, ну, как интегрировать потом все-таки вот эту вот новую технологию и роботов в нашей жизни, потому что, ну, все-таки облегчает же они нам жизнь. Но есть очень много интересных таких вот вещей. Допустим, здесь вот пишется, в Китае среди студентов элитного университета числится Хуачибин, человекоподобный робот. Девушка обладает интеллектом 20-летнего ребенка, но анализируя однокрупников, постепенно учится быть человечнее. Она уже может писать стихи и музыку, даже рисовать картины. Вот, ну, и тут пишется, что как бы будет дальше, что ИИ, но искусственный интеллект будет иметь доступ к любой информации, в том числе о вирусах, ну, это же важно, потому что, вы понимаете, оружие, системах манипуляций и контроля, конечно же, о слабых местах в человеческом здоровье. Ведь рано или поздно он поймет, что значительно умнее, продуктивнее и полезнее своего создателя. Да, конечно. Дальше идет тут речь о всяких виртуальных там мирах, что действительно так будет настолько все открыто, что как бы ты попадаешь в другой мир. Я вам тоже выставлю тут видео, как действительно вот просто как реклама такая, да, там ты попадаешь в другой мир, все так классно, просто открывается портал, ты просто как будто вот в реальном мире, но ты как бы в другой мир переходишь, и все так классно. Вообще, получается, стираются вот эти рамки между физическим миром и, ну, получается, как бы типа реальным миром, да. Мы понимаем, что есть естественные духовные вещи. И тут получается, что они как бы вот такую, как вот приманку, да, что как бы искусственный, да. То есть, получается, они говорят людям, что есть вот помимо физического мира также духовный мир. но они получаются вот показывают людям вот в этой красивой обертке вот этот вот искусственный интеллект искусственный мир который ты можешь попасть и ты все можешь попробовать понюхать то есть ощущение чтобы вот на ощущение именно на эмоции вот это вот сыграть потому что это же ну как бы человека заманивает да и он просто попадает и как будто но с одной стороны если же это все в этих играх в компьютерных играх уже и разрабатывается такие вещи но они хотят как бы сделать так чтобы это уже было интегрировано действительно в жизнь чтобы человек уже просто не смог отличить то есть встереть полностью эту грань поэтому естественно уже доходит до того что как бы уже люди киборги там люди какие-то смешанные чем-то но это что чисто вода труд трансгуманизм понятное дело вот и некоторые но считает что это классно и даже идет такая речь что представляешь да тебе под кожу но смогут вставить такой чип и ты сможешь этим открывать дверь к примеру идти расплачиваться как же классно тебе это же так обличает вот я буквально недавно была у меня вот дискуссия или как бы разговор на эту тему с ним человеком и он считает это прогрессивным как бы просто что современные технологии что это все классно ребят пишите в комментариях что вы думаете на по поводу этого по поводу этих технологий и какие вызывает у вас это но мысли вообще да что вы думаете насчет этого и вот он на серьезе говорит что да это классно то есть ему он пользуется вот этим g5 то есть получается вот этим вот искусственным интеллектом который пишет ему там текст и так далее и ну как бы считается продвинутым но это не только он я не просто хочу сконцентрироваться внимание что только один человек то есть действительно на серьезе они думают об этих вещах тут дальше еще интересный такой момент что в первые в мире дети с измененной генетической информации живут нормальной жизнью но тут пишет что в 2000 на восемнадцатом году вот этот хит сянь куй ошеломил мир объявил что он создал двух генетически модифицирован боем модифицированных девочек-близнецов то это тоже я говорю вообще просто меняет как хотят да вот эти вещи которые назвали лулу и на на и третий такой ребенок и родился в следующем году родился в следующем году да и вот пишут что это все было изменено как бы что это все за классно тут поис получается что они как бы бу но защищены как бы от таких болезней потому что как бы можно код изменить но там я я не говорю про вот эти все искусственные матки про которые же мы все видели понимаете ребят то есть тут уже как бы уже следующая ступенька идет да вот ну и там смотрим дальше а еще что круто что а вот это от этого файзера директор да он они же собирались довольствие как бы сделали такую конференцию ну и там гениальные такие идеи они гениальными идеями делятся и вот там я вам сейчас тоже выставлю короткий ролик то есть получается что как бы так такой как чип который но это не представляет как это можно быть как для стравых компаний примеру как у нас на медицинских страховых компаний что-то будет классно что можно сразу будет наблюдать какие таблетки человек принял как они на него повлияли вот все игры только все полезное действительно вообще ничего как бы никто не зовется вопросом а как она вообще повлияет потом на человека и вообще на наше общество и так далее то есть но и понятное дело к чему это все ведется ночи что это будет так классно что он как бы такой сигнал дает да и там уже сразу все высвечивается вот потом естественно дальше они тут говорят о том что люди на самом деле что в общем так будет следует ближайшие практически будущее что мы будем прямо вот вот с этими люди типа людьми да ну и как бы что-то будет совершенно естественно нормально что это будет не люди а как бы ну людей практически не будет понимаете чем тут идет речь вот и тут про тоже они вот это мета вселенная в это об этом все слышали вот выводит как бы реалистического аватара цифрового притом ваших умерших близких то есть вы можете их регенерировать что ли да ну как бы но вас восстановить как бы аватар вашего допустим умершего там я не знаю дядю дяди тети и так далее то есть вот вот это это просто это это просто против бога все это движется от нас и что это вообще но они просто думают что можно жить вечно и как бы вот это все что вот человеческое тело это все несовершенно естественно посмотрите это видео только представьте возможности бога в соответствии со всеми лет письми различными религиозными документами которые до нас дошли сегодня мы приобретаем возможности бога бог это создатель сила бога заключается возможности творить творить животных растений людей в соответствии с его личными желаниями сейчас у нас появилась эта сила создавать новую жизнь прямо как у бога и даже порой мы опережаем бога в этом потому что ну что бог создал только органические какие-то существа все эти деревья жирафов и так далее а вот мы сейчас научились создавать неорганический мир всяких киборгов искусственный интеллект и так далее если все это пойдет успешно а у нас много шансов на это то мы опередим библейского бога ну и в конце я вам выставлю то что допустим в китае сейчас вот у школьников естественно видео на английском но я сделаю вот коротенькую нарезочку и посмотрите ну я думаю там будет понятно просто вот по картинкам посмотрите по картинкам по самому видео посмотрите она в принципе там по моему внизу на английском стоит а можно немножко чуть понять дело-то в том что вот тоже показывают как это все как они измеряют эти температуру этих учеников что естественно не нам контролируют как они там учатся и так далее с одной стороны может показаться классно да вот классная технология вроде показала все на позитиве но это просто конкретный контроль то есть и что касается вот этого g5 ну по крайней мое мнение да что с одной стороны как бы да и идет такая позитивная нотка что облегчение идет как бы все классно прекрасно но с другой стороны вот это вот креативность которая нам даровано просто от бога потенциал вот этот и огроменнейший потенциал который человек принципе имеет да но кто-то его использует кто-то его взрывает и не используют кто-то его выкидывает и так далее что это конечно как раз то что человек должен ну как сказать развивать да и то есть получается они к эту подмену эту делаю да и вот тоже я просто вот когда увидел это насчет этих школьников китайских просто подумал вот это да да то есть уже это это вот какой-то этап но я думаю что там еще гораздо больше то есть что это только вот то что мы то что мы видим то что мы еще как-то где-то можем понять а это ну да в общем много много всякого материала для размышления и я скорее всего сейчас заканчивают ведь она уже затянулась а я желаю вам прекрасных выходных вот пишите мне что вы думаете насчет этой темы это такая как сказать тема широкая да и тут можно об этом много говорить вот берегите себя берегите своих родных и близких благословения прекрасных выходных и до следующего раза пока пока 2050 году человек обретет бессмертие у нас будет больше шансов жить дольше вопрос как наша эпоха в биологии чем-то сродни эпохи великих географических открытий совершенно точно что прогресс здесь не остановим и уже буквально через 10 20 лет современная медицина изменится до неузнаваемости я первый в мире человек прошедший генетическую модификацию чтобы побороть биологическое старение я в этом году вошел основной сосудов рубина а еще у меня есть ген чемпиона я биофизик который создает на на роботах я верю что мои изобретения помогут человечеству победить рак я бионическая певица и креативный директор я верю что ваша главная супер сила это воображение нанотехнологии это очень перспективная область исследований которые ляжут в основу и подорвет все устои современной цивилизации и вот это как раз станет той самой панацеей лекарством от всех болезней а